Учебник английского языка, 7 класс Афанасьева Михеева, упражнение 22, в юните 3, у меня это страница 73. Посмотрите на картину, на странице 74, и скажите, что эти люди сделают к 6 часам, когда закончится рабочий день. Используйте глаголы из рамочки. Давайте мы тогда посмотрим на глаголы и заодно определим, что у нас все предложения будут стоять в future perfect tense, то есть в будущем совершенном времени. Так, глаголы clean – чистить, убирать, sell – продавать, buy – открывать, о, пардон, следующее открывать, buy – покупать, open – открывать, shut – закрывать, drink – пить, eat – есть, post – посылать, отправлять по почте, bring – привозить, приносить и come – идти или проходить. Тут, в общем, ладно, посмотрим. Так, мы, наверное, будем в каждом предложении дописывать к 6 часам, то есть это то, что произойдет к 6 часам. И так, 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 начинаем мы по цифрам смотреть. Первый у нас… Так, мужчина, тут непонятно кто он. Итак, мужчина моет окна, да, в магазине. То есть получается, мужчина… Выбирать мы, скорее всего, будем clean, да, то есть тут прям вот wash нет, просто не вижу я мыть wash, значит чистить. То есть, ну, clean можно как мыть в том числе, почистит витрину. Так, ну, давайте напишем вам… Так, просто напишем тогда окна магазина, так, наверное, лучше будет, к 6 часам. Ну, главное нам все равно здесь, тема для вас новая, использовать future perfect правильно. Итак, the man, то есть смотрите, все, что мы видим на картинке, мы именно про эти объекты или людей говорим, поэтому у нас здесь будет преобладать именно артикль the, даже не то, что преобладать, он у нас здесь, наверное, везде и будет. Итак, вот этот именно мужчина, the man, и теперь строим perfect. Напомню, будущий perfect строится will, have, и если глагол неправильный, в третьей форму мы его ставим, если правильный, добавляем окончание «иди». Глагол clean правильный, значит «иди». И затем в концовке дописываем к… Так, сколько у нас там? К 6 часам. «by 6 o'clock». Вот это я тогда везде буду в концовке добавлять. Так, это есть. Второй смотрим. А, ну и отсюда давайте я буду вычеркивать. «Clean» – все, использовали. Второе. Женщина у нас, может быть, помните, как называют тех, которые продают овощи и фрукты? Хотя здесь лоток на вынос, ну, я думаю, все равно можно назвать «green grocer». То есть человек, который вот, ну как бы, зеленщик у нас, может, иногда называют. И вот она, получается, продала, ну, можно сказать, все овощи и фрукты к 6 часам. Хотя все продала, давайте скажем, много овощей. То есть мы же не знаем, все продала или нет. «the green grocer» – ой, не продала, она «продаст», получается. «will have» – продавать. Что мы используем? А, может, они по порядку, кстати, идут? А, тогда я не зачеркиваю. Все, «sell». В общем, нам «sell» нужно. Глагол неправильный. Третья форма «sold». «the green grocer will have sold». Ну, давайте «a lot of» я напишу. «a lot of fruit». Кстати, отметьте, у вас недавно эта тема была. Здесь именно как фрукты, как еда, поэтому здесь никаких «fruits» мы не ставим. И это у нас здесь неисчисляемое. «will have sold a lot of fruit and vegetables». А вот это множественное число, то есть «еску» нам здесь нужно ставить. «Продавщица овощей и фруктов» или «зеленщица». Да, ну ладно, как-то не очень. Ну, вы поняли, о чем речь в русском языке, просто одним словом это не перевести. То есть «продавщица продаст много фруктов и овощей к шести часам». Так, следом третье. У нас «buy» покупать. Сейчас проверим, правильно или нет, что не по порядку все. Так, третья девочка. Да, все правильно, видите, девочка идет. Она идет в бейкери, в пекарню или в булочную. Так, что она там купит? Ну, смотрите, вроде хлеб у нас здесь, в общем, на витрине виден. Давайте, скажем, она купит... Так, а учили ли вы буханку? Давайте напишу все-таки буханку хлеба. То есть, по-моему, была у вас уже эта тема насчет, как хлеб можно посчитать все-таки. Так, the girl, да, у нас там именно девочка определенная. The girl will have... Бай – глагол неправильный. Бот – третья форма. We'll have bought... Можно some bread, правда, написать. А можно написать... Ну, давайте, two... Смотрите, вот это одна буханка. Ну, когда мы делаем множественное число, f меняется на we и добавляем и s. Two loaves of bread. Ну, это я так придумала. Хотите, напишите some bread. То есть, купит просто хлеб, там, неизвестно сколько. The girl will have bought two loaves of bread by six o'clock. То есть, накопит две буханки хлеба к шести часам. Ну, это же наша фантазия, да? Можем сами тут придумать. Четвертое. Так, это мы использовали. Использовали open. Open у нас касается вот этого человека. Это у нас швейцар. И вот швейцары у нас, по-моему, точно не было в ваших учебниках. Так, сейчас. Ну да, по-моему, не было. Именно вот эти официальные, которые стоят возле ресторанов, кафе, его называют door man или door keeper. Ну, там еще раз есть порте, порте, как у нас их, портер, по-моему, у нас так тоже есть. То есть, вариантов несколько. Ну, портье, вот точно у нас портье, у них порте. Давайте door man напишем. Хотя можно порте. Итак, the door man. Что он у нас делает? Он откроет ресторан. Видите, написано ресторан, открывается в шесть. Откроет ресторан к шести часам. will have open, правильный глагол. Ставлю opened. The restaurant, the restaurant, к шести часам. Кстати, может быть, заметили, почему вот здесь нет удвоения n. Хотя вроде, помните, там, может быть, видео встречали, я говорила, если в глаголе последние три буквы строятся по принципу согласная, гласная, согласная, то вот эту буквочку нужно удвоить, то есть n-ку поставить. Но не здесь. Почему здесь это не используется, n? Потому что ударение падает на первый слог. То есть, это работает, вот эти удвоения, если у вас еще сюда ударение падает. Слово travel, если что, это исключительно британский вариант. В Америке пишут с одной l. То есть, вот такая еще особенность с этим добавлением ed. Так, номер пять. Open мы поставили. Shut – это закрывать. Вот этот парень, получается, он у нас закрывает почту. То есть, давайте скажем, мужчина закроет почту, а может, менеджер. Давайте менеджера его назовем управляющей. The manager will have shut, shut, shut – один из тоже хороших, приятных глаголов, которые имеют одинаковые все три формы. The manager will have shut the post office by six o'clock. Так, затем шестерочка. У нас идет drink – пить. Так, что у нас в… Так, мальчики, это вроде мальчики. Who is that? I can see. Well, давайте дети напишу. Я не уверена, может, это девушка, девочка. Дети. Ладно, надеюсь, дети. Дети. У них, видите, эти бутылки стоят, вот эти, которые банки, именно шестянки. Это can. Именно, когда с напитками, то это can. То есть они выпьют, ну, давайте скажем, четыре штуки. Давайте скажем, четыре баночки с кока-колой к шести часам. Просто здесь их именно четыре. Ну, давайте так и запишем. Итак, дети у нас, опять же, определенные. То есть their children will have drink – неправильный глагол. will drink – drank – drunk. Вот эту форму пишем. We'll have drunk for cans of coke. То есть, да, это кока-кола, ее просто coke называют. By six o'clock. Шесть. Следом у нас идет it. Так, есть у нас вот сразу мужчина. И есть он так. Ну, я не думаю, что мы все это должны перечислить. Давайте просто скажем, смотрите, если у нас шесть вечера, да, то есть до этого момента, наверное, это все-таки dinner уже можно назвать. То есть поздний такой обед или даже ужин. Так, the man will have eaten – неправильный глагол – eaten – третья его форма. We'll have eaten his dinner. Давайте так. By six o'clock. Так, остается у нас post. Кроме того, что это почта, это еще и посылать. Ну, по почте какие-то свои документы, письма. У нас девочка стоит, и она, ну, письмо давайте скажем, что девочка отправит письмо к шести часам. The girl will have post – глагол правильный. Значит, posted her letter и свое письмо by six o'clock. Восемь. Брин. Стоп. Почему восемь? Как всегда. Как всегда где-то я что-то проморгала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, поиски начались. Так, минуточку. Clean у нас есть. Ой, 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 ой. Так, возвращаем. Clean в номере один. Затем у нас sell, потом buy, open, shut, drink, it, post. Что не так? Понятно. Раз, два, три, четыре, пять. Вот моя, как всегда, ошибочка. Вы, если что, пишите в комментариях. Я, если честно, такая невнимательная. Так, девятка. Брин. Приносить. Или привозить. Вот этот почтальон, получается, привезет. Все письма, давайте скажем. Да, давайте именно письма, потому что можно, там, не знаю, periodicals, да, какие-то периодические издания. Ладно, думаю, не так важно. То есть он доставит, ну, привезет все письма к шести часам. The postman, почтальон, will have brin brought, brought. Третья форма пишется вот так. То есть он привезет all the letters, все письма, к шести часам. И десятка. Кам. Ну, я сразу зачеркиваю. Кам. Дама. А что она кам? Кам. Так, что за магазин? Тут ничего не ясно. Так, надо подумать. У нас просто как-то и магазин тут не подписан. Может, она в магазин какой-то пришла, но, видите, непонятно. Или же, смотрите, она спиной стоит. Возможно, она вот здесь везде побывала. И, может быть, домой возвращается. Но я думаю, ладно, в любом случае, нам главное отработать present perfect. Ну, мало ли, как вы, да, поняли картинку. Давайте скажем, домой она возвращается. То есть я думаю, тут можно вариантов несколько давать. Нет, здесь главное. Итак, the woman. Так, the woman will have come. В любом случае мы используем. Это неправильный глагол. Третья форма тоже, кстати, come у него совпадает. Вернуться – это come back. То есть этот back мы добавляем. We'll have come back home. Без всяких предлогов, просто устойчивое выражение. К шести часам. То есть к шести часам женщина вернется домой. Ну, это наш вариант, да. То есть то, что мы придумали, может быть и другой. То есть куда-то, может, она придет в какой-то другой магазин. Так, вот что получилось. Мы описали картинку, используя глаголы из рамочки, которые у вас вот здесь выше, и используя время future perfect.